Добрый день, друзья! Сегодня у нас очень интересное видео о том, как научить Алису управлять любыми устройствами в доме без использования навыков. Я собираюсь показать не только то, как это работает в финальном законченном варианте, но и то, как интегрироваться с Яндексом и использовать эти потрясающие возможности в собственных проектах. Итак, поехали! Для того, чтобы понять, как хорошо стало, не лишним будет напомнить, как плохо было. Вообще, год назад мы снимали видео на тему, как разработать навык для Алисы для управления устройствами умного дома. Ссылочку я оставлю в описании и вверху экрана. Для этого на платформе Яндекс.Диалоги нужно было разработать и опубликовать новый навык. Далее, после подтверждения навыка модератора, у Алисы появлялась возможность запустить навык по имени. Для этого нужно было сказать Алиса, запусти навык «Умный дом Зотова», например. После этого Алиса подтверждала запуск навыка, и уже после этого Алиса полностью уходила и управление передавалось навыку. Это означает, что последующие голосовые команды распознавались Яндексом и в текстовом виде поступали на сервер, который уже предпринимал какие-то действия по факту получения этих команд, например, включал-выключал свет. Также он мог сгенерировать какой-то ответ, который Алиса бы произнесла. Если в течение примерно 20 секунд было бездействие, то навык закрывался, и все эти действия нужно было повторить заново. Таким образом, включение любого осветительного прибора превращалось в некоторую цепочку действий, в течение которой на том или ином этапе случались ошибки распознавания, и цепочка обрывалась. В целом это было ужасно и для бытовых нужд неприменимо, о чем я и говорил в прошлом видео. И вот, наконец, ребята от Яндекса сделали первый шаг по избавлению от навыков. Вы только посмотрите, как все работает. Для примера я специально захватил детскую комнату на заднем плане, чтобы было видно, как там включается и включается свет. Итак, Алиса, поставь таймер на одну минуту. Поставила таймер на одну минуту? Это стандартный функционал Алисы. А теперь тут же, не запуская никакого навыка, Алиса, включи свет в детской. Без проблем. Свет включился. Ну и теперь выключаем. Алиса, выключи свет в детской. Окей, выключаем. Это просто фантастика. Это действительно реально юзабельная вещь. Ну и чтобы снять абсолютно все вопросы относительно применимости данной технологии к бытовому использованию, продемонстрирую, как это выглядит на большом количестве осветительных приборов. Алиса, выключи свет в кухне. Есть. Алиса, выключи свет в зале. С удовольствием. Алиса, включи свет в коридоре. Без проблем. Алиса, включи свет над компьютерами. Пожалуйста. Ой, по-моему, я не знаю. Так, ну вот видно, что за год возможности Алисы резко повысились. То есть еще в прошлом году на расстоянии буквально трех метров Алиса уже плохо распознавала. А сейчас нормально распознает даже при удалении метров в 6-7. Это, в принципе, большое достижение инженеров из Яндекса. Областей практического применения довольно много. К примеру, когда сидишь за столом в кухне и видишь, что забыли выключить свет в детской, вполне можно попросить сделать это Алису. И это действительно очень удобно. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о серьезных промахах разработчиков Алисы. Один из них вы сейчас увидите. Дело в том, что колонка реагирует не только на команды включения и выключения света в конкретных помещениях. Также на каждый осветительный прибор, добавленный в приложение, распространяется общая команда «Включить свет», которая приводит к включению всего света в квартире. Смотрите. Алиса, включи свет. Есть. Смотрите, что происходит. Все абсолютно источники освещения в квартире включились. А так как Алиса, включи свет, это первая часть фразы, любой фразы на включение света, то если Алиса не распознает концовку, то это приводит к включению всего... Вам нужно оформить подписку в Яндекс+. Сейчас вам доступен промо-билит. Вы можете активировать его в приложении Яндекс. Вот это, кстати, вообще абсолютно бесит. В любой момент она может начать рассказывать про рекламу своей платной подписки. И нет никакой возможности отключить эту историю. Это, конечно, тоже просто выбешивает. Также точно работает команда «Алиса, выключи свет». Алиса, выключи свет. Легко. Происходит ровно то же самое. Все осветительные приборы в квартире гаснут. И точно так же Алиса может не услышать концовку, какой правильно свет выключать, и вырубить все, даже если кто-то находится в ванной или сидит на туалете. Это довольно неудобно. Алиса, включи свет. Конечно. Конечно же, производители бытовой техники не могли остаться в стороне от такой супертехнологии. К примеру, Ксайоми выпустила робот-пылесос, который интегрирован с Алисой. Алиса, включи пылесос. Легко. Соник, не видно. Смотрите. Ну, вот такая функция тоже, безусловно, очень приятна. Вон он пополз. Алиса, выключи пылесос. Окей, выключаем. И пылесос сам сейчас будет возвращаться на док-станцию. В принципе, устройств, которые действительно удобно применять в быту, не так уж и много. Кроме вот этого пылесоса, мне даже трудно что-то назвать. К примеру, покупать такой бред, как умные лампочки, вообще не видно смысла. Потому что, ну что с ней делать с этой лампочкой? Повесить в комнате вместо люстры? Ну, это просто смешно. Вкрутить куда-нибудь в лампу? Зачем она там нужна? Это прямо-таки непонятно. Другие устройства тоже весьма сомнительные. Ксайоми, например, тоже продает вот эти лампы в виде умных... Ну, не эти лампы, а вообще у них есть парочка ламп с интеграцией с Алисой. Но это всего лишь две лампы. Причем дизайн их весьма убог. Да и просто многим не понравится. Или и размер у них неподходящий. То есть, у них там только два размера. Сильно маленькая, ну и средняя. Ламп для крупных помещений у них просто тупо нет. Поэтому, в принципе, производители сейчас не покрывают потребности в устройствах для умного дома. И появляется необходимость делать что-то самому. Итак, мы плавно подошли к самому главному, что сделал Яндекс. Это открытая API, к которому могут подключаться не только крупные производители, типа Ксайоми. Но также можно подключить абсолютно любое устройство, не поддерживающее функции интеграции с Алисой. Просто реализовав открытый протокол Яндекса. Все начинается с того, что на платформе Яндекс.Диалоги создается навык специального типа. Умный дом. В этом навыке, помимо названия и конечной точки вашего сервера, куда будут отправляться конечные команды, в принципе, из полезного есть только связка аккаунтов. Связка аккаунтов как раз является центральным элементом интеграции. Здесь идея заключается в том, что когда Алиса распознает какую-то голосовую команду, информацию об этом нужно отправить не просто на сервер производителя устройства, например, к Сайоми, но и указать, для какого конкретно клиента к Сайоми предназначается информация. Для этого вместе с командой на серверах к Сайоми нужно передать какой-то признак, идентифицирующий клиента. Одним из возможных вариантов реализации могла бы быть передача логина и пароля пользователя устройства к Сайоми. Но тогда этот логин и пароль нужно было бы хранить на серверах Яндекса, что плохо с точки зрения безопасности. Поэтому Яндекс предлагает использовать для авторизации протокол ОАУС 2.0, суть которого сводится к тому, что Яндекс в процессе связки аккаунтов просто перенаправляет пользователя на веб-форму, предоставленную производителем устройства, в нашем примере на сайт к Сайоми. Для конечного пользователя это выглядит примерно так. Делается это в приложении Яндекс. Приложение Яндекс довольно плохо сделано. В нем вот устройства запрятаны очень глубоко. Дальше еще идут вложенные пункты меню управления устройствами. И вот только здесь при нажатии плюс можно добавить новое устройство. И при добавлении можно выбрать, какого производителя это устройство. В том числе в этот список можно добавить собственные устройства. Например, для Самсунга жмем объединить аккаунты. И вот видите, он перекидывает как раз на сайт Самсунга. Аккаунт SamsungSynx.com И вот здесь мы авторизуемся уже непосредственно на сайте самого Самсунга, вводя логин-пароль. По результатам авторизации Яндексу будет выдан токен, который он сможет передавать с каждым запросом на сервера Самсунга. Ссылка на веб-форму, использующуюся для авторизации, прописывается в настройках навыка, в поле URL для авторизации. Также здесь прописывается URL для получения токена и идентификатор вашего OAUS-приложения. Все это соответствует протоколу OAUS 2.0. И если вы уже почти смирились с тем, что вам придется реализовывать собственный сервер OAUS 2.0, то есть просто отличная новость. Ребята из Яндекса облегчили работу. Оказывается, у Яндекса есть сервис OAUS Яндекс.РУ, на котором можно создать свой сервер OAUS 2.0, получить реквизиты этого сервера и прописать их в настройке навыка. Теперь навык будет для авторизации открывать не вашу форму, а стандартную форму Яндекса, куда вы будете вбивать логин-пароль и авторизовываться для управления собственными устройствами. Получается, что остается реализовать только протокол, непосредственно отвечающий за управление самими устройствами. Давайте перейдем к нему и посмотрим, что же он из себя представляет. Архитектурно Алиса способна воспринимать некоторые стандартные голосовые команды по управлению умным домом, передавать их на сервера Яндекса, а сервера Яндекса возвращают уже конкретную команду на ваш домашний сервер. Здесь как раз основное отличие от навыков, потому что навыки передавали вам распознанный текст и ваш домашний сервер сам решал, что делать с этим текстом. Здесь же передается уже непосредственно команда с типом устройства и включить его, выключить или какое-то числовое значение для регулировки, например, уровня яркости или температуры конденционера. Давайте посмотрим в документации на методы, которые предстоит реализовать. Первый метод это просто пинг для проверки жизнеспособности вашего сервера должен возвращать всего лишь HTTP статус 200 ок. Второй метод это информация о том, что было выполнено разъединение аккаунтов. В принципе, я его никак не обрабатываю, просто даю ответ, который здесь прописан в протоколе. Так что это тоже почти пустой метод. Ну и, наконец, вот первый метод, который действительно по существу, это список устройств пользователя. Здесь вы должны вернуть список из всех устройств, которыми собираетесь управлять. Интересно тут то, что у каждого устройства есть тип. И именно от этого типа зависит то, на какие команды будет реагировать это устройство. Чуть позже мы посмотрим список типов устройств и на какие команды они могут реагировать. А сейчас об оставшихся методах протокола. Query — это запрос в состоянии уже какого-то конкретного устройства. Делается оно по идентификатору, который вы присвоили устройству в списке запроса устройств. Здесь вы должны сообщить, в каком статусе сейчас устройство включено, выключено. В принципе, если устройство не поддерживает возможность определить его статус, то метод может ничего не возвращать. И, наконец, последний метод — это, собственно, само действие. Это команда устройства, включить его, выключить, ну или установить какое-то значение. Передается точно так же идентификатор устройства, который вы сами придумали в девайс, когда возвращали список устройств, и его состояние. Вот, в принципе, и все. Как видите, протокол работы примитивен и элементарен. Это протокол REST, поэтому, в принципе, никаких проблем в его реализации у меня не возникло. Если у вас какие-то проблемы с этим возникают, можете обратиться. Я дам исходные коды сервиса на C-Sharp для примера. Так, ну и, наконец, дошли до самого интересного. Это список типов устройств. Дело в том, что к типу устройств как раз привязаны команды, которые понимает Алиса по управлению этим устройством. Давайте посмотрим. Из этого прочтения всего списка сложится как раз понимание возможностей всей этой технологии. Итак, первое устройство управления осветительными приборами. Давайте посмотрим, на какие команды реагирует. Алиса, включи свет, Алиса, выключи свет, прибавь яркость света, сделай свет теплее. Так, ну, в принципе, все понятно. То есть, умеет вот даже делать ярче и тускнее. Так, второе, это розетка. Розетки у нас реагируют. Включи розетку, выключи розетки в зале. Вот, в зале, это важная приписка. Это вот у каждого устройства можно назначать еще комнату, к которому оно привязано. Также у устройства есть имя. Вот, когда Алисе говоришь, включи розетку в зале, она реагирует либо на имя устройства, если оно там называется как-то зал, то оно включит его, либо на комнату, в котором находится устройство. Иногда эти вещи путаются, и Алиса ведется, и они совсем адекватны. Поэтому лучше, чтобы название комнат и название самих устройств никак не пересекались. Так, дальше смотрим. Выключатель. Настенный выключатель света. Давайте посмотрим, какие он команды. Алиса, включи переключатель. Алиса, выключи переключатель. Ну, это да, для дистанционной эмуляции, видимо, щелканье переключателями. Так, термостат. Это, видимо, обогреватель. Алиса, сделай теплее. Алиса, сделай холоднее. Теплее на 4 градуса. Выставь температуру на максимум. Интересно. Можно сказать, установи на 22 градуса. Ну, по идее, должно быть можно. Вот, кстати, какие константы передают. А, значения не предусмотрены. Очень интересно. Ренч. По идее, вот этот ренч как раз и должен выставлять диапазон температур. Странно, что здесь написано не предусмотрено. Так, дальше поехали. Конденсионер. Что у нас умеет конденсионер? Алиса, включи конденсионер. Алиса, выключи кондей. Алиса, сделай теплее. Алиса, сделай холоднее. Алиса, теплее на 4 градуса. Алиса, выставь температуру на минимум. Ну, тут, в принципе, все понятно. Ну, вот конденсионер. Мы просто не используем конденсионеры. Не нравится воздух, который от них становится. Но некоторые люди используют. И вот умные конденсионеры, ну, наверняка, тоже будут удобной истории. Так, дальше. Аудио, видео, мультимедиа, техника. Устройство, которое умеет воспроизводить звук и видео. Ну, это, видимо, всякие музыкальные центры, телевизоры. Сейчас посмотрим, на какие команды реагируют. Не указаны команды. DVD-плеер, ресивер, медиапространство. Для телевизора рекомендуется использовать отдельный тип. А, ну вот, для телевизора есть отдельный тип. А на какие команды эти реагируют, что вообще непонятно. Ну, ладно. Так, итак, что тут дальше? Устройство для просмотра видеоконтента. А, ну вот как раз телевизор. Умный телевизор, эко-пульт от телевизора, медиаприставка, ресивер. Фраза для управления. Алиса, включи телевизор, выключи телек. Сделай телевизор погромче. Выключи звук на телевизоре, выключи на телеке пятый канал. Здесь вот, кстати, надо понимать, что здесь, похоже, не все варианты команд, какие бывают. Просто примеры. Потому что, ну, понятно, что вот, например, есть выключи телек, но нет включи телек. Ну, наверное, подразумевается, что оно, конечно, есть. Вообще, вот зря. Лучше бы в документации указали полный список команд, которые она понимает. Потому что непонятно, где взять этот полный список команд. Так, а дальше. Кухонная техника. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас с кухонной техникой. Тоже нет примеров команд. Ну, замечательно. В результате непонятно, как это вызывать вообще. Так, дальше. Устройство, которое умеет делать кофе. Алиса, включи кофеварку. Алиса, свари кофе. Алиса, сделай кофе. Алиса, включи кофемашину. Так, ну, здесь все понятно. В общем, просто включение-выключение, только кофеварка. И вот, казалось бы, функция абсолютно такая же, как у розетки, как у света. То есть, просто включи-выключи. Но из-за того, что там упоминается кофе, пришлось вот делать отдельный тип устройств. Так, кеттл. Это чайник, наверное. Умный чайник термопод. Алиса, поставь чайник. Алисовский 5-ти чайник. Ну, вот, кстати, еще чайник может быть полезным, полезным умным устройством. По крайней мере, у нас есть чайник. Но он довольно убогий. От Redmond он умеет по Bluetooth только подключаться. Скажу вот сразу, подключение по Bluetooth – это убого. Это означает, что с ним может коннектиться там только телефон, который должен быть рядом. Совсем не то, что хочется. Хочется, чтобы чайник напрямую подключался к роутеру. Поэтому вот нужны именно такие чайники. Так, смотрим, что дальше. Устройства, которые умеют открываться и закрываться. Ну, это, наверное, для тех, у кого есть всякие приводы на окнах. Может быть, для кого-то полезно. Для квартиры как-то выглядит бессмысленно. Хотя, кстати, может быть, и можно что-то пофантазировать на эту тему. А, ну, тут вот пример занавески. Алиса, открой дверь. Алиса, закрой окно. Ну, в примерах-то занавески как раз и нет. Окей, ну, хотя мы все равно не используем шторы. Шторы вообще актуальны только там, если окна выходят на какие-то публичные места. А если, например, квартира на десятом этаже, ну, вообще не вижу глубокого смысла иметь занавески или шторы. Так, openable. Киотон. А, ну вот, отдельно для штор есть тип устройства. Алиса, открой шторы. Алиса, закрой шторы. Ну, все понятно. Так, ну, уже близко к концу. Устройство, которое умеет изменять влажность помещения. Это, видимо, всякие увлажнители. Тоже может быть полезным, чтобы его там включить, не ходя к нему, если он стоит в какой-то комнате. Алиса, включи увлажнитель воздуха. Алиса, выключи увлажнитель воздуха. Алиса, выключи увлажнитель. Ну, в принципе, да, наверное, полезно тоже. Очиститель. Ну, тут, видимо, все то же самое. Алиса, включи очиститель. Алиса, включи воздуха, очиститель. Алиса, включи очиститель воздуха. Все понятно. Робот-пылесос. Ну, вот, кстати, давайте посмотрим. Алиса, включи пылесос, Алиса, включи робот-пылесос, Алиса, пропылесось, Алиса, уберись, Алиса, верни пылесос на зарядку, Алиса, верни пылесос на базу. Ух ты, команд так, кажется, довольно много, я знал, только включи пылесос, выключи пылесос, а здесь верни на базу, верни на зарядку, уберись. Ну, кстати, надо запомнить, да, с пылесосом интересно, ну и тем более пылесос, вот я его реально использую. Включать его, правда, с помощью Алисы не то, чтобы удобно. В общем-то, к нему можно и подойти, но лучше, чем ничего. Так, washing machine. Стиральная машина. Вот это да. Оказывается, ну, стиральная машина тоже весьма сомнительна ее функцией умного дома, потому что к ней все равно надо подойти, надо туда загрузить белье. Ну, а коли ты загрузил, то там легче уже все это выставить ручками. Алиса, включи стиральную машину, Алиса, запусти стиралку. Ну, короче, не знаю, практическое применение весьма сомнительное, скорее всего, просто какое-то баловство. Ну и остальные устройства, которые не подходят под типы выше. Это интересно, давайте посмотрим, что за устройство. А ничего, просто ничего. Так, ну вот, собственно, и все. Ну, вот что может данная технология, она может отреагировать примерно на такие предустановленные команды, включать, выключать эти устройства, ну, устанавливать какие-то числовые значения. На этом, пожалуй, все. Ну и, наконец, заключительная и самая важная часть видео. Ребята из Яндекса. Управление устройствами умного дома без необходимости запускать навык, это, безусловно, отлично. Но неплохо было бы распространить эти возможности и на другие сферы жизни, и на других поставщиков услуг. К примеру, заказ пиццы без необходимости запуска навыка, получение финансовых услуг без необходимости запуска навыка, заказ продуктов без необходимости запуска навыков. При этом я понимаю, что возникает как минимум два типа проблем. Первое, константные предустановленные фразы не позволяют раскрыть полностью возможности поставщика услуг, потому что он вынужден подстраиваться под ваши предопределенные фразы. И второе, это конкуренция за предустановленные фразы, потому что один и тот же запрос могут обслуживать разные поставщики услуг. У меня есть как минимум очень хорошее и элегантное решение этих проблем. Когда вы позволяете привязывать какую-то учетную запись к аккаунту в Яндексе, позвольте пользователям самим назначать активационные слова. К примеру, на финансовом рынке я являюсь пользователем продуктов Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Тинькофф-банка. Я бы хотел привязать к аккаунту Яндекса все аккаунты свои в данных поставщиках услуг и каждому назначить активационное имя. Здесь практически очевидно, что для Сбербанка пользователи предпочтут выбрать активационное слово Сбербанк. Для ВТБ – ВТБ. Ну а для Тинькофф-банка – Тинькофф или, может быть, Олег. Поэтому очень важно дать пользователю самому выбирать активационное слово. Таким образом, сам пользователь будет избегать того, чтобы разные слова конкурировали за разных поставщиков. А также пользователь получит возможность обращаться к поставщику услуг, так как ему это удобнее. Ну а тот факт, что вся часть фразы после активационного слова будет без изменений передана поставщику услуг на обработку, означает, что он сможет учесть всю специфику своих продуктов и обслужить клиента наилучшим образом, без всяких предустановленных фраз. Короче, ребята из Яндекса, вся Россия смотрит на вас. Сделайте вы уже лучший продукт в мире. Хватит смотреть на этих Олекса, Сири. Очевидно, что ничего хорошего они уже предложить не могут. Ну а у меня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok